Добрый вечер в столице России, в Москве, 20 часов 5 минут, как обычно по четвергам, на частоте радио Финам ФМ 99,6, программа искусства возможного в студии Роман Бубаян. Будем говорить сегодня в этой студии о главном событии сегодняшнего дня, это безусловно пресс-конференция Владимира Путина и то, что произошло буквально через несколько минут после ее завершения, то есть заявление российского президента о том, что он готов подписать прошение о помиловании, которое на его имя подал Михаил Ходорковский. Говорить на эти темы мы будем с нашими гостями, я их сейчас представлю, это два депутата Государственной Думы, вы их хорошо знаете. Я специально подбирал сегодня гостей с позициями, мягко скажем так, выразимся, ну, противоположными, не хочу говорить диаметрально, противоположными. Это Евгений Федоров и Илья Пономарев. Значит, смотрите, что у нас по пресс-конференции, такие цифры, которые уже, собственно, которым мы располагаем. Значит, пресс-конференция длилась 4 часа 5 минут. Каждый раз перед пресс-конференциями президента речь идет о том, что будет поставлен очередной рекорд, но на этот раз рекорда не получилось. Подсчитали 4 часа 5 минут, последняя предыдущая пресс-конференция президента длилась 4 часа 33 минуты, если я не ошибаюсь. На пресс-конференции были аккредитованы 1326 журналистов из России, стран дальнего и ближнего зарубежья. Перед пресс-конференцией пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для Владимира Путина нет неудобных вопросов. Это я начинаю цитировать пресс-секретаря президента. Он говорит дальше. Президента вопросы не раздражают. Президент неоднократно демонстрировал свою полную открытость в общении с журналистами. Открытость и щедрость с точки зрения времени, которого у него нет. Потому что продолжительность пресс-конференции это отдельная история. И поверьте, сказал Песков, это не для того, чтобы побивать какие-то рекорды. По мере того, как поступают вопросы, президент терпеливо на них отвечает. Это чистая правда. Мы свидетели. При этом Дмитрий Песков заявил, что весь вчерашний день глава государства полностью посвятил подготовке к пресс-конференции. Работал с документами, со справками, которые ему предоставили министерство, ведомство. Он всегда очень ответственно готовится к подобным мероприятиям. Между тем, по мнению Пескова, многие вопросы можно достаточно легко было спрогнозировать. Например, социально-экономические, прежде всего образование, здравоохранение, банковская сфера. И наверняка, сказал Песков, прозвучат вопросы по Украине, Сирии и амнистии. Ну, в принципе, прогнозы сбылись. Единственное, кто ничего не смог предсказать, единственная тема, это, конечно, то, что случилось с Ходорковским. Вернее, то, что произойдет. Я имею в виду помилование. Президент заявил о том, что Михаил Ходорковский написал помилование на его имя после того, как вышел из зала, где проходила пресс-конференция. И это, конечно же, ну, можно сказать, что, ну, я не знаю, мы будем разделять вообще эти события, пресс-конференцию и заявления, которые после. Мне кажется, что это одно и то же, да? Евгений Алексеевич, вы немножечко отвыкли от нашей студии, да, нужно одеть вот так вот наушники с микрофоном, да. Значит, я считаю, что это одна тема, и я хочу, значит, соответственно, поговорить с вами именно об этом. Вот скажите, Илья, я с вас начну. Вот скажите, то, что прозвучало сегодня на пресс-конференции вообще, в принципе, вот все эти вопросы, которые звучали, они вас удовлетворили? Они как-то совпадают с теми вопросами, которые, допустим, есть у вас, и которые вы, в случае такой возможности, задали бы президенту? Ну, честно говоря, для меня это была едва ли не первая пресс-конференция президента за долгое время, во всяком случае, которую я действительно ждал. Ждали, слушали? Или ждали и не слушали? Нет, ждал, слушал, более того, даже перемещаясь из точки в точку, где мне не удавалось слушать, я смотрел за онлайн-трансляцией, то есть очень внимательно к этому отнесся. По одной простой причине, потому что началась дискуссия про местное самоуправление, и действительно это был реально открытый вопрос. Он в значительной степени по-прежнему открыт, хотя в меньшей степени, чем он был до того. Страна стояла на пороге решения, что могут быть, ну, фактически отменено местное самоуправление, она по последствиям подобное решение могло бы носить просто катастрофический характер для страны. Ну, такие слухи были, да, были. Да, и президент очень четко разъяснил, что будет делаться, что не будет делаться. Там реформа местного самоуправления действительно будет, но мэры крупных городов по-прежнему будут избираться. Это вот было очень важно. Он дважды возвращался к этой теме, причем не спровоцированно, то есть один был вопрос как раз из Екатеринбурга по понятной причине об этой теме, а потом он еще сам в середине конференции к этой теме вернулся и достаточно подробно рассказал. Это означает, что тема его действительно волнует. Я сейчас хочу нашим слушателям объяснить немножечко, почему эта тема очень волнует и нашего гостя Илью Пономареву, потому что, ну, кто-то может быть не в курсе. Илья собирается баллотироваться на должность мэра города Новосибирска. Да, это крупнейший муниципалитет в стране, поэтому для нашего города это действительно вопрос сверхактуальный. Да. Тем более, что это самый крупный город в стране, которым остается полновластный мэр, никакие там не сити-менеджеры. Сити-менеджеры, да, да. Да, вот без всякой этой имитации у нас реальные прямые выборы, то есть реальная демократия. Мне нравится, когда Илья говорит у нас, вот уже потихонечку начинает постепенно вживаться в эту роль. Да, ну хорошо, Илья, помимо вопросов о местном самоуправлении, все остальное вас удовлетворило? Вот весь вот этот вот спектр проблем, которые поднимался? В остальном все было достаточно предсказуемо, то, что отвечал президент. Тем более, только что было послание, на котором многие вопросы затрагивались. То есть я бы сказал, что сенсация действительно произошла только вот фактически, как бы это сказали дипломаты, на полях пресс-конференции. Совершенно неожиданно, вот относительно Ходорковского. В остальном сенсационного. Я лично ничего не слышал. Он терпеливо разъяснял позицию и по Украине, и по внешней политике, и по внутренней политике, и по социальным вещам. Да, об этом мы сейчас поговорим подробнее. Да, об этом поговорим подробнее. Я вначале хочу еще напомнить нашим слушателям телефон, по которому можно позвонить в нашу студию и задать любой вопрос мне или моим гостям. Это 65 10 99 6, код города Москвы 4 9 5. И так как мы будем говорить о помиловании, которое на имя президента написал Михаил Ходорковский, и которое подпишет, как сам заявил Владимир Путин, уже в ближайшее время. Поэтому я хочу запустить еще смс-голосование. Как вы считаете, вернее не так, рады ли вы или довольны ли вы тем, что Михаил Борисович Ходорковский в ближайшее время выйдет на свободу после того, как президент подпишет помилование, написанное Ходорковским на его имя? Если вы удовлетворены и довольны таким решением, то пришлите букву А на короткий номер 5533. Если вы считаете, что Ходорковский должен был досидеть до конца срока, то пришлите букву Б на тот же самый короткий номер 5533. Евгений Алексеевич, теперь ваше мнение. Как вам пресс-конференция? Какие впечатления? Я вам скажу, я увидел там сенсацию, которая очень важна, а именно развитие идей, которые были изложены в послании, а пресс-конференция во многом предложала послание. И, например, ну посмотрите, в послании было обозначено дефширизация, например, как экономиста, а это и политический вопрос. А теперь смотрите, что президент как ее раскрыл. Так, так, так. Это не только офшоры, это и Лондон. Было такое. Значит, речь идет о полноценном формировании национального бизнеса. То, что называется, не просто убрать из офшоров, потому что все уходят из офшоров. А речь идет о том, что там, где ты зарабатываешь, там ты должен платить. И он подробно это развил, что там работают твои рабочие, они должны получать, соответственно, и налоги должны на них твои распространяться и все остальное. Вообще-то говоря, это, ну не знаю, вот как смотреть, но я считаю, что это просто оглушительная революция в подаче за последние 20 лет. Потому что впервые вообще поставлен вопрос о том, что в России должен появиться такой вид, как национальный капитал хотя бы, которого сейчас нет. И другое дело, как это сложно сделать, я понимаю, что у президента в этой конституции это почти невозможно сделать. Это отдельный разговор. Поэтому в послании там надо смотреть, когда он впервые употребил такие слова, как необходимо менять конституцию, обозначив кучу всякими, естественно, предлогами. Но суть-то в суть необходима, потому что вот вы начали наш разговор о том, что разные позиции, на мой взгляд, в России существуют две позиции всего. Остальное все лишь такая театральная, значит, постановка. Это позиция сторонников суверенитета и позиция сторонников пятой колонны, то есть существующего правила, когда Россия управляется извне. Ну и неопределившиеся по каким-то причинам между ними болтаются. А к кому относится Илья? Роман, раздел по сути делится-то, те, которые говорят, что мы сами хотим... Раздел проходит по мне вертикально. Сами хотим. Или горизонтально. Сами хотим собой управлять. Или хотим, чтобы в соответствии с 15 статьей Конституции нами управляли иностранные государства для своих интересов. То есть для цели своей эксплуатации. Вот как стоит раздел. И он исторический. Из него и президент четко двигается в сторону, формируя ситуацию для решения проблемы, которую для меня, как человека, который изучает историю и политику, в том числе, называется национально-освободительное движение. Как система освобождения нации от внешнего управления. Полученного в результате поражения в данном случае войны в 1991 году. Вот какая логика. И чем дальше, тем больше мы не театральными распределениями занимаемся. Коммунисты, справоросы, Единая Россия. А мы вот главным распределением. Колония, не колония. Свобода Родины. Или ты радуешься и живешь по правилам, назначенным тебе другими, и их обслуживаешь. То есть будешь рабом. Ты хочешь быть рабом или не хочешь? Вот историческая компонента, куда мы задвигаемся, и президент тащит туда систему. Поэтому я так радуюсь национальному бизнесу. Мне кажется, сейчас Евгений... Друзья, я вас сейчас перебью. Да, продолжим через небольшую паузу. Мы сейчас вынуждены уйти на рекламу. Еще раз добрый вечер. Это радиофенам.фм. Частота 99,6. В эфире программа «Искусство возможного» в студии Роман Бубаян. И со мной здесь в студии наши гости. Депутаты Государственной Думы Илья Пономарев и Евгений Федоров. Мы говорим сегодня о главном событии сегодняшнего дня. Пресс-конференции президента Владимира Путина. И о его заявлении, что он готов в ближайшее время подписать помилование, которое направил на его имя Михаил Ходорков. Телефон, по которому вы можете позвонить в нашу студию. 65 10 99,6. А также у нас идет запущенное смс-голосование. Если вы довольны, удовлетворены решением президента подписать помилование Ходорковскому, то вы должны прислать букву «А» на короткий номер 5533. Если вы считаете, что Ходорковский должен был досидеть до конца срока и только после этого выйти на свободу, то, соответственно, букву «Б» на тот же самый короткий номер 5533. Евгений Алексеевич, вот я хочу спросить. А как вы считаете, вообще вот ваше отношение к тому, что Ходорковский, как говорят многие эксперты, может оказаться на свободе уже до Нового года? То есть Новый год может встретить в кругу семьи? Это же хорошо. То есть он представитель национальной элиты. У нас тут шок, то есть пауза возникла. Не в этом дело, это гуманитарное решение. Что такое гуманитарное решение? Гуманистическое, то есть в связи с его матерью, с ее плохим состоянием. Естественно, это решение президент сегодня о нем сказал, а не, допустим, через пару недель, чтобы так и произошло. Я так это и понял. Конечно. Ну да, президент действительно сказал, что там речь идет о том, что мама Ходорковского болеет, и поэтому принято такое решение. Илья, ваше отношение к этому? Ну, я, естественно, только приветствую это решение, потому что я считаю, что Ходорковский сидит ни за что. И давно. И если в ЮКОСе были какие-то нарушения, то не они фигурировали в обвинительном заключении, ни в первый срок, и ни во второй срок. И тем более, что действительно там есть серьезные проблемы со здоровьем. И я очень рад, что МБХ наконец вернется в семью. Надеюсь, что Новый год он встретит в кругу семьи, в кругу детей. Он не видел внуков своих, которые у него родились за то время, пока он сидел за решеткой. Илья, а как вам мнение, собственно, ну, некоторых ваших коллег, скажем так, по оппозиции, по оппозиционным каким-то акциям, которые уже сейчас говорят, что Ходорковский не должен был писать прошение о помиловании, потому что таким образом он как-то все-таки признает свою вину. И именно поэтому, собственно, президент его выпускает на свободу. И что ему нужно было еще немножко потерпеть, и, по-моему, до августа 2014 года, да, если я не ошибаюсь. То есть еще полгода, и там, ну, 9 месяцев, и, собственно, на свободу с чистой совестью. Да придурки они, такие коллеги по оппозиции, прости господи, да. Пусть они сначала отсидят хотя бы год, а потом будут говорить. Если бы это сказала, не знаю, там, Надежда Толоконникова, это мнение, которое можно было бы обсуждать. А все остальные, это крикуны, которые в интернете есть, которые говорят о том, с чем они нифига не смыслят. И это касается, там, мнения по любому поводу. Не только по поводу Ходорковского, но и по поводу экономических проблем, по поводу социальных проблем и так далее. Сидят в своем особом интернет-мире и, значит, рефлексируют по каждому поводу. Такие теоретики, да, которые, собственно, места не столь отдаленные, видели только по телевизору. Евгений Алексеевич, а как вы считаете, вот такой прогноз, мне просто интересно послушать вас. Как вы думаете, если Ходорковский выйдет на свободу, можно ли ожидать, что он займется, активно займется политикой? Я не думаю, что он активно займется политикой, ну, если он захочет заняться политикой, и там нет судебных ограничений в связи с этим, надо посмотреть внимательно. Есть судебные ограничения, это же преступление, тяжкое, приговор, конечно, есть. Значит, только в рамках возможных судебных ограничений, да пусть занимается, это его право как гражданина России, как у любого. Я, во-первых, я не разделяю мнение, что он не виноват. Я как раз немножко жил в 90-е годы и понимаю, что бизнес в те времена, и все это знают, создавался не, значит, ангелами. Любой. В принципе, любой. Но сейчас Илья вам скажет, знаете что? Да, такой большой список. Если да, если любой бизнес у нас, собственно, делали не ангелы, то почему сидит только один? Более того, Ходорковский только успел сказать, что мы начали этот бардак, мы его и закончим, как тут же его и посадили. Обратите, ну, конечно. Начал бардак, это, там, между прочим, за ним есть определенные человеческие преступления, например, когда его служба безопасности расправлялась с людьми, поэтому там закончить просто так не бывает. Ну, я как раз помню те времена достаточно хорошо. Я помню, что такое семья Банкирчина. Я понимаю психологию. Ходорковский в тот период решил, что он вообще находится над страной. И вот мы живем в стране, а он над страной может делать, в том числе совершать преступления. В данном случае речь идет еще о преступлениях. И я понимаю, что в те времена это... И многие другие, о которых вы говорите, они уехали из страны. Обратите внимание, не так много осталось бизнесменов 90-х годов. Они понимают лучше всех, как строился бизнес, и они понимают, что за ними есть множество следов, в том числе кровавых. Поэтому я как раз считаю, что он виноват. Но 10 лет это серьезный срок. И те соображения, которые выдавал президент, обратившись в здоровье родителей, это серьезная причина. И я считаю, что президент, приняв такое решение, правильное решение принял. При том, что Ходорковский виноват. Еще раз говорю, 10 лет серьезная вещь. Это вот к этому вопросу. Займется? Ну, значит, займется. Но я не считаю, что это плохо. Я считаю, что президент, на самом деле, чувствует достаточную уверенность, исходя из будущего страны, чтобы политическая система страны, она восприняла разные взгляды. В том числе и то, что вы затронули выборы мэров. Если мы чувствуем уверенность в политической стране, в системе страны, в будущем, в людях, которые будут в ней участвовать, на выборах, значит, все хорошо. Вопрос только, как для этого чувствовать, это уверенность. Посмотрите украинские события. Ведь там пятая колонна, иностранная, которая просто вкратце, там 43 пункт соглашения, которое требуют подписать националисты. Мне смешно. Националисты требуют подписать пункт, в котором написано, Украина признает свою недоразвитость. Так прямо написано. Что прямо так и написано? Как и написано. Государство, там, недоразвитое государство. Пункт 43. Мы признаем это. Что это за формулировки? У меня почему-то сомнения. Хотя, как сказал президент, никто же не читал. Вот вы, говорит, держите табличку там. Читали, не читали. Читать-то умеете. Политический тельный развивающийся. Сегодняшний аналог колонии. Украина признает, что она согласна, чтобы европейские чиновники приехали в Киеве, создали правительство 2, оно там ассоциация, и нами управляли. Оно согласно, чтобы эти чиновники уменьшили уровень жизни граждан Украины в два раза. Чисто колониальное, даже официально написано на бумаге, что Украина становится официальной колонией. И националисты выступают за это. Притом, имея 45% в парламенте Украины. Это как раз понятно. Когда пятая колонна имеет слишком большой вес в политической системе, она тут же ставит вопрос о ликвидации окончательного суверенитета своей страны. И тем не менее президент, зная это, имея соседей, просчитывает ситуацию, доверяя российскому народу, который в том числе в системе выборов отстоит линию на восстановление суверенитета. Это тоже очень важный фактор, индикатор. И сюда увязывается и Ходорковский. Я это вот именно так воспринимаю. Илья, а как вы считаете, займется Ходорковский политикой или же, допустим, вот варианты, уедет куда-нибудь за границу или останется здесь, но будет заниматься бизнесом чем-то таким неполитическим? Будет ли он делать какие-то громкие заявления? Будет ли он считаться одним из руководителей, станет ли он одним из вождей российской оппозиции? Как считаете? Я думаю, что ни политикой, ни бизнесом МБХ заниматься не будет. Я думаю, что он будет заниматься общественной работой. Это то, чем он занимался в момент, когда его посадили и то, что, кстати, ему ставили в вину некоторые люди с погонами, что раньше, типа, эта сволочь занималась деньгами, а теперь она занялась нашими детьми, потому что он занимался образованием, он занимался просвещением, он занимался библиотеками, он занимался развитием школьных учителей, он занимался интернетом. То есть он тот человек, Ходорковский, который очень системен в своих подходах и видит несовершенство этого мира, и будучи настоящим предпринимателем, по сути своим, предприниматель не означает бизнесмена, предприниматель как человек, который меняет мир, он хочет его менять. И некоторые для этого идут в политику, но он же никогда не ходил в политику. Ну, его обвиняли. Ну, и еще раз обвинять. Некоторые товарищи говорили о том, что именно вот это вот и является его основной виной. То, что Ходорковский шел активно в политику и при этом поддерживал абсолютно все политические партии, существовавшие на тот момент в России, и сдержал яйца в разных корзинах на всякий случай. Потому что поддерживать всех, это означает не поддерживать никого. Потому что если поддерживаются противоположные, это означает, что это задача лоббиски, это бизнес-задача, которая есть, это не задача политическая. Он поддерживал порядок внешнего управления, а это работает через всех, через все партии. То есть он агент влияния. 100%. Бизнес за рубежом был. И сейчас он им останется. Слушайте, давайте мы в эту самую конспирологию постоянно не падать. Мы сейчас по каждому пункту будем падать в эту конспирологию. Получается, Ходорковский поддерживал систему. Если говорить о том, что система сделана извне, я, может быть, и соглашусь, что она сделана извне. Потому что она делается людьми, которые заинтересованы в том, чтобы высасывать все соки из России и вывозить на Запад. И чтобы им за это ничего не было. И все эти люди, которые у нас находятся в правительстве, в администрации президента, в Государственной Думе. И вы, Евгений, были представителем комитета по экономической политике, который создавал правовую среду для того, чтобы дать им возможность это делать. Поэтому я хорошо это знаю. Потрясающая история. То есть у нас сейчас в студии два агента влияния. Каждый по-своему влияет на какие-то процессы. Нет, я голосовал всегда против. Потому что я считаю, что это действительно, этого делать нельзя. Все, мы сейчас прервемся, вернемся в эту студию через несколько минут. Еще раз добрый вечер. Это радиофинал ФМ. Частота 99,6. Это программа «Искусство возможного». В студии Роман Баян и два депутата Государственной Думы. Евгений Федоров и Илья Пономарев. Мы говорим сегодня о главном событии сегодня уже уходящего дня. Это пресс-конференция Владимира Путина. И его заявление о том, что он в ближайшее время подпишет помилование, которое подал на его имя Михаил Ходорковский. Телефон, по которому можно позвонить в нашу студию. 65 10 99,6. Код города Москвы. 4 9 5. А также у нас запущено СМС-голосование. Если вы считаете, если вы довольны, удовлетворены тем фактом, что Михаил Ходорковский выйдет на свободу уже в самое ближайшее время, то пришлите на короткий номер 5533, букву А. Если вы считаете, что это будет неправильным решением со стороны президента, и что Ходорковский должен находиться в местах не столь отдаленных до окончания срока, то пришлите букву Б на тот же самый короткий номер 5533. У нас есть звонки наших слушателей. Давайте послушаем, а потом продолжим. Александр, добрый вечер. Мы вас слушаем. Александр, да, здравствуйте. Да, добрый вечер. Да. Здравствуйте. Вы знаете, у меня одна единственная забота, заключающая в следующем, что вот я возлюблю господина Путина в тот момент славный, когда он сожрет всех этих славных Ротшильдов и Ворганов и всех остальных. Рокфеллеров, Дюпонов и далее по списку. Да, 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 именно так, да. У него есть на это все такие возможности. А есть ли у него желание? И Ходорковский при этом совершенно ни при чем. Ну вот, ну господи, ну бывший комсомолист, ну что с него взять, да, ну выступил как-то не очень удачно. Конечно, его надо отпустить, пусть он себе гуляет, пусть он себе делает, что хочет. Потому что с нашими славными спецслужбами справиться никто никогда не сможет. Это вот однозначно совершенно. Это я вам говорю как специалист, который в этих спецслужбах отработал достаточно много. Вы сейчас цитируете Владимира Владимировича, я так понимаю. Он сегодня тоже на пресс-конференции несколько рассказал. Это я вам говорю как человек, который знает, как это делается. Вы помните, да? Это я вам говорю как профессионал. Да, я понял, Александр. Я, в общем, тоже профессионал, да, и думаю, что не меньше, чем вы. Я понял. Александр, а вот такой вопрос. Скажите, а как вам решение России выделить 15 миллиардов Украине? А вы знаете, вот опять-таки, вот не люблю я господина Путина с одной стороны, но в этом случае он абсолютно прав. Ну, что такое 15 миллиардов для России? Ну, это вообще копейки какие-то жуткие. Третья лининграды. Ага, вот так вот, да? Абсолютно копейки. Ведь она на какой-то там чемпионат мира 2008 года выделяет никуда больше денег. Вот. И поддержать братскую страну, вот я с ним абсолютно согласен, за какие-то жалкие 15 миллиардов, но это просто... Это они молодцы. Молодцы они. Вот молодцы. Вот я им аплодирую. А я думаю, что все еще на самом деле интереснее. Отлично. Спасибо, Александр. Я хотя тоже полностью поддерживаю решение вложиться в Украину, но я лично считаю, что это абсолютно бизнес-сделка. Ну, посмотрите, последние два месяца некий американский фонд, очень известный, Франклин Темплтон, скупает подряд все украинские банды в таком объеме, которым не скупались они никогда. То есть сейчас это крупнейший держатель этих самых бандов. По состоянию накануне объявления Путина доходность бандов этих составляла 14% годовых. Это очень много для суверенного долга, который обеспечен активами государства. На следующий день после, соответственно, объявления Путина о 15 миллиардах... Мы говорим о том, что вкладываемся в украинские бумаги. В два раза подскочила, точнее, снизилась доходность. Представляете, сколько пацаны бабла наварили? Интересная, интересная версия. Откуда это? Я не видел вообще еще ни разу. Это был прецедент только когда Сорос занимался обрушением британского фунта, когда один фонд консолидировал такой объем государственных обязательств. И это в условиях Украины. Там страны, в общем, действительно воспринимающиеся как страна третьего мира, с низкими достаточно показателями надежности. Крупный фонд, который просто так не может вкладывать деньги в столь низконадежные бумаги. Я уверен абсолютно, что без инсайдерской информации здесь не обошлось. Я изначально интерпретировал, потому что я давно видел этот процесс скупки бандов, потому что он начался месяца три, наверное, назад. Интересная версия. Я думал, честно говоря, что этим занимаются либо европейцы, либо американцы, чтобы иметь механизм давления на Януковича. Но вот сейчас, мне кажется, что этим занимались наши. И если так, то они красавчики. Молодцы, да. У нас еще один звонок. Антон, добрый вечер, слушаем вас. Да, добрый вечер, здравствуйте. Ну, я вот представитель, признал помянутых оголтелых националистов. Которые есть в каждой стране, как сказал президент. А вы чейский националист, украинский или российский? Я российский. Я российский. Ну, слава богу. И те, и те русские. Да, да, да. Вот за это нас на Майдане не любят, Евгений. Только те русские хотят в Европу. Да, слушаем вас, Антон. Да, да, да. Ну, для начала я хотел бы отметить, что Украина не такая уж и бедная родственница, потому что у нее более 10 миллиардов оборотов с Китаем. Вот. Но вопросы, по большому счету, и вопрос у меня как бы в данной ситуации два. То есть первый вопрос по поводу так называемых агентов влияния. Вот всеми любимая констерологическая тема. Так, так, так. Вот у нас, да, очень много в правительстве людей, у которых двойное гражданство, а все знают, что, например, в той же Америке нужно присягать Америке для того, чтобы получить ее гражданство. Вот. Более того, у одного из наших депутатов, я, к сожалению, не помню фамилию, я бы ее с радостью назвал, сын учится в военном колледже практически полном аналоге, грубо говоря, школы ФСБ. Соответственно, для того, чтобы там ребенок учился, семья должна пройти все проверки. Только у одного. Ну и слава богу. То есть много и крови обошлись. Ну, я говорю к примеру, да, да, да. Поэтому у меня, соответственно, вопрос. Знаете, он может быть даже очень сюрреалистичный, потому что, к примеру, вот у нас господин, как в интернете говорят, Анатолий Вастерман, он же тоже, в принципе, гражданин Украины, но при этом является высоким советником правительства, соответственно, тоже, да, пущен в гостальне. То есть первое мнение, как вы относитесь к этому бардаку, вот, да. А второй вопрос такой специфический и очень-очень патриотический по поводу Олимпиады, кстати. Вот у нас там уже более 60 миллиардов, ну, туда сбухано. Вот. А у меня тут замечательные фотографии вот всяких больниц, там, разрушенных детских инфекционных отделений, которые похожи на гибрид концлагеря, не знаю, с чем, с пеночетовскими застенками, понимаете. Как вы думаете, вот своим решением, вместо того, чтобы развивать ту же самую детскую медицину, Путин сколько детей уже убил, вот в тысячах, к примеру? Вот так вот прям. Вот так вот. Ну, давайте мы два вопроса разделим, потому что, мне кажется, одна тема, это просто на отдельную передачу относительно детей, тем более, я думаю, что наши слушатели все знают разницу наших с Евгением позиций, то есть по этому поводу они сильно расходятся. А вот тема относительно национализации лиц, она действительно важна, тем более, что про это Путин говорил сегодня в послании, действительно, и офшоры это из той же самой сферы, и национальный бизнес. И главное, мы с Евгением... Офшоры это уже один из шагов, который был сделан в этом направлении, да. Ну, там декларировано, не сделано, да, к сожалению. Вот. Дело в том, что мы с Евгением там про издельности вносили законопроекты о национализации элит. И о том, что нельзя там и счета открывать, и недвижимость, и так далее, да, и что инвестиции должны быть внутри России. Это вот как бы важная история. Проблема только в том, что в чем мы здесь принципиально расходимся. Во-первых, я считаю, что патриотизм должен быть наступательный, а не оборонительный, как у большинства наших подобных вот патриотов. Потому что я считаю, что от того, что мы будем плодить разнообразные запреты, мы приведем только к тому, что люди будут уходить в тень. Вот, значит, наш слушатель говорит про одного депутата, у которого, значит, там сын учится. Я уверен, что таких депутатов много. И сыновья, и дочери, и кумовья, и так далее. И у очень многих людей на самом деле там счета, и активы, и так далее, которые они не показывают, и мы можем их бесконечно ловить. И на самом деле, чем жестче мы будем делать правила, если не меняется общая экономическая логика, которая есть в стране, то мы только на них будем давать там рычаги воздействия, они тем будут более послушными при голосовании в Государственной Думе. Но на самом деле, то есть, никакие активы они в страну не вернут. А вот здесь уже встает вопрос, почему, собственно, украинцы, у которых очевидный совершенно экономический интерес быть с Россией, очевидные совершенно экономические потери от того, что они уходят в Европу, от этой самой пресловутой ассоциации, которая понимает, вообще любой человек, который там занимается с бизнесом, и, несмотря на это, все равно, там сотни тысяч людей находятся на Майдане. Экономики, может быть, нет экономики в этом вопросе, есть политика. Здесь даже не политика, это вопрос, скажем, цивилизационного выбора. Это означает, что люди не хотят так, как в России. Им неприятно та картина, которую они здесь наблюдают. Они считают, что у нас разгул коррупции, что у нас нет никакого верховенства права, что у нас абсолютный произвол, и дело Ходорковского является классической вообще иллюстрацией. этого процесса, и они так не хотят. Они хотят, может быть, бедно, но честно. И вот это то, что и надо решать у нас в стране. Да, Евгений, пожалуйста, ваше мнение. Я хотел бы отреагировать. Естественно, хотят и стремятся, потому что 500 лет управления колониями для Англии, Германии, Франции, Бельгии, Дании, и всех остальных просто так не проходят. Умеют пропаганду закручивать. А украинцы говорят, 400 лет они были колонией России. Секундочку, ага, называется это колония Киевская Русь, да? Так вот, умеют пропаганду. Сначала мы были колонией, потом они, ну это цикличный процесс. И во главе стояли Хрущев, Брежнев, выходцы из Украины, конечно. Умеют они просто работать. Пропаганда умеет работать. Умеет людей оболванивать. И Гитлер умел оболванивать людей. И тоже с лозунгами ее интеграции здесь наводил порядок, скажем так. И в Сирии тоже, например, 300 тысяч погибших, наверное, тоже люди не думали, что они погибнут, когда, значит, вот там поддавались указаниям иностранных советников. Евгений, вы водите на чистую воду вот этих вот товарищей, у которых дети работают или учатся в каких-то там полу-военных, полу-секретных, там, колледжах, организациях. Все же Единая Россия. Дайте мне хоть слово. Я специально молчал два периода, да? Еще раз я вам говорю, что неважно, что мы тут с вами придумаем. Суть колонии не в том, какие мы умные или глупые, а в том, что за нас или за Украину решения принимают другие. Мы с вами сейчас можем придумать, что хотим. Но приедет МВФ и скажет, вот вам Базель-3, и бог сразу 25 банков обанкротили за две недели, потому что приказ пришел оттуда. Или вот вам бюджетное правило. Хлоп, 20% бюджета перегнали в бюджет США. Вот вы как-то проскочили вопрос Украины. Не проскочили, мы на нем, собственно, остались. Роман, в чем красота решения Путина? Вот в чем? Опять же, тоже гениальность. Вот очень многие наши люди просто откровенно не понимают. Я вам сейчас быстренько, да, от имени народа. Говорят, даем опять 15 миллиардов. Я понимаю. Они сейчас возьмут. Я понимаю. Я понимаю. Выползут. Сейчас, секунду, Евгений. Они сейчас возьмут эти 15 миллиардов, заплатят пенсии, заплатят зарплаты, там еще что-то, еще что-то. Вздохнут с облегчением, а через паузу опять нас кинут, как говорят народы. Давайте говорить по сути. Итак, приехал МВФ, дал команду увеличить международные резервы. В соответствии с Конституцией, 15 статьей и другими, команда была выполнена. У российских пенсионеров деньги отняли, отдали пенсионерам американским. Пришел Путин и, не нарушив команду из-за границы МВФ, перераспределил деньги от американцев, которые уже в бюджетах заложили, напоминаю, тот самый бюджет, где 1 триллиона долларов, заложено в качестве взять деньги от других стран до 1-го, до 7-го февраля. Ага, то есть получается, это не наши деньги, вернее, это уже почти не наши деньги. Это просто не наши деньги, которые в соответствии с Конституцией России уже отправлены в качестве дани. Оттуда он их дернул. В качестве дани это называется. Естественно, они же безвозвратные. Фонды национального бонуса резервы, это все дани. Роман, естественно, они же безвозвратные. И лежат они даже формально под 0,3%, чтобы было понятно. То есть он дернул деньги от 0,3%, 0,3, а не 3, и перебросил их, выполнив формальное решение МВФ на Украину. Блестящая комбинация. Из воздуха он для братской Украины сформировал 15 миллиардов. Естественно, какой вой поднялся в Европе и Америке, они потеряли 15 миллиардов. Я понял, Евгений, я просто думаю, а американцы и европейцы, они об этом знают, что это, оказывается, они сейчас заплатили Украине, а теперь все думают, что это мы помогли братскому народу. Естественно, знают. Знают, да? Поэтому и воют. Поэтому такая волна и пущена. Конечно, знают. Они-то каждую копейку считают. Это же не мы, немцы. Каждый пефинг у них раньше, сейчас уже не пефинг, да? Фенинг. Каждый учитывает. Естественно, знают и воют. Между прочим, в Европе, говорят, Европейскому Союзу мы помогаем. Но конкретно в Европейском Союзе получателем Дании является Германия и Франция. Остальные страны, там Чехия, Польша, не получают. Или там получают доли-доли процента. Так устроена экономическая система. Это обычный колониальный сбор, которому уже 500 лет. Я сейчас говорю, ничего не происходит, что-то, что происходило всегда. Я понял, Евгений, у меня только один вопрос. Если мы вот так вот изящно взяли американские деньги в количестве 15 миллиардов, вопрос следующий. Почему мы взяли только 15 миллиардов? Надо было взять 150 и отправить на помощь братской Украине. Ответите после рекламы. Хорошо. Еще раз добрый вечер. Это радио Финам-ФМ. Частота 99,6. В студии Роман Бабаян. Программа «Искусство возможного». И с нашими гостями, депутатами Госдумы Ильей Пономаревым и Евгением Федоровым, мы говорим о главном событии сегодняшнего дня. О пресс-конференции президента. Вернее, о темах, которые звучали на этой пресс-конференции. Ну и, естественно, о самом громком заявлении, которое президент сделал. Это о том, что он готов в ближайшее время подписать помилование, направленное Михаилом Ходорковским на его имя. Прошение о помиловании. Телефон, по которому можно позвонить в нашу студию. 65 10 99,6. Код города Москвы 495. И у нас запущено СМС-голосование. Если вы удовлетворены и довольны тем, что Ходорковский в ближайшее время окажется на свободе, выйдет на свободу, то пришлите букву А на короткий номер 5533. Если вы считаете, что он должен был остаться в местах не столь отдаленных, в колонии до окончания срока, то пришлите букву Б на тот же самый короткий номер 5533. Евгений, так мой вопрос. Если это деньги американские, которые мы отправили помогать братской в Украине, и вы говорите, что американцы об этом знают, ну ничего не смогли сделать, чтобы мы не отправили этих денег. То есть, ну вот никак у них не получилось. Ну почему всего 15 миллиардов? Нельзя оттуда было забрать побольше? Ну, во-первых, не надо увлекаться, тем более это новый метод. Еще неизвестно, как они в спину нам долбанут. Это надо прощупывать ситуацию. Мы же можем это сделать и через месяц, и через два. Что гнать-то? Во-вторых, там есть система расчетов. И со стороны Украины, и со стороны России. Вообще, очень интересно, если вы обратили внимание, когда Эльвира Сахизманова, наша центральная банка, назначалась, она много чего пообещала. Там Базель-3, чтобы его там отложить, снижать ставки. А потом как-то Базель-3 ее зам отменил, сказал, не будет отмены Базеля-3, соответственно, банки грохнут. Потом вдруг Куликаев вышел, сказал... Значит, заместитель председателя Центробанка является... Начальником, в данном случае, отменил решение своей начальницы. Значит, он является американским агентом в структурах Центробанка. Центральный банк является американским агентом. Весь целиком. Весь, как система. Вместе с Набиулиным. Я сейчас записываю их имена. Набиулиной ее первый зам. Весь Центральный банк как институт. По конституции является иностранным институтом, который реализует политику в интересах иностранного государства. А дальше ее уже просто начальник юридического отдела объяснил. Маленький клерк. Чек с такой фамилией не может быть иностранным агентом. Американцы не выговорят ее фамилию. Центральный банк вы имеете в виду? ЦБ. Две буквы. Так вот. Объяснил уже. Допустим, вложили вы деньги вот эту Америку. Под 0,3%. А вы знаете, что часть договоров 25 лет? Значит, для того, чтобы их изъять и перебросить, надо нарушить договора, а они уже подписаны. Но я не буду в детали вдаваться. А вот те деньги, которые мы хотим выделить на строительство железных дорог у нас в Сибири, на Дальнем Востоке, это тоже американские деньги? Эти деньги Путин не хочет оттуда отправлять, хочет здесь оставить. Пытается хотеть. Пока у него еще не получилось. А, это еще те, которые не отправляют. Я обращаю, Ника, помните, он поднял вопрос о том, что надо построить в Москве, оказать дорогу? Да, да, да. Потом вышел замминистра экономики, зам Улюкаева, только что назначен, неделю назад, и сказал, я отменяю решение президента, и объяснил, что это все не годится. Так же, как история с Набиулиной. Я его тоже вписываю в этот список. Можете вписать, фамилия Наби. Вот сегодня президент, да, газета «Шесть соток», он же спросил, говорит, назовите мне имена тех самых министров, к которым вы приходили с моим распоряжением, а они говорят, что это ерунда, и для нас это ничего не значит. Он не называет, а вы называете, да? Можете все правительство в полном составе, потому что оно все не выполнило указы президента. И не выполнят. Это все американские шпионы. Потому что не в этом дело. Вся система власти на оккупированной территории или в колонии подчиняется иностранному правлению. Официально по конституции. И кто бы там ни был министром или депутатом, он живет по утвержденным правилам, в соответствии с которым вся система работает на иностранцев. Но это обычные правила в любой колонии. Так вот, общий баланс, вот мы еще раз обсуждаем, 24 раза. Вот если бы Россия жила по своим правилам, то есть была свободна, экономика была бы в 24 раза больше. Это логично. У нас природные ресурсы, у нас логистика, у нас креативное население. 24 раза? 24 раза. Это наша плата. Несмотря на то, что весь остальной мир испытывает какие-то проблемы экономические. Вот если бы надо было суверенитет на уровне Франции, хотя бы, хотя он там тоже не полный. 24 раза. Это логично. Можете посчитать. Продвижительность труда в 3 раза ниже, потому что уже 8 лет не выполняют решение Путина о инновационном типе и не выполнят. Потому что он не имеет права менять тип экономики. Это МВФ по конституции. В 4 раза, когда мы наладим национальную инвестиционную систему, которой у нас нету. Это низкие процентные ставки, это 3%, и это система национальных инвестиций. Мы деньги отправляем за рубеж и молимся, дайте немножко в виде иностранных. Своих нет, запрещены, как колонии. Дальше. Прямую оплату данных через систему валютную, 2, коэффициент 2, умножьте, 24. Потому что страна от предка гигантская досталась и богатая. Поэтому 24. Были бы победнее, как где-нибудь там во Франции, был бы, может, коэффициент 5. Поэтому вопрос суверенитета, это вопрос прямой личной жизни каждого человека. Как и всегда, во всех колониях. Я понял. Илья, вот смотрите, у нас все правительство, как говорит Евгений, это практически агенты влияния. А вы знаете, вот что... Институт. Ну да. А вот на что я обратил внимание. Сегодня на пресс-конференции никто не спросил по поводу будущего премьер-министра про взаимоотношения, да, Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Как вы думаете, почему? Ведь разные же высказываются, разные версии высказываются. Там говорят, что суды объединят, там Дмитрий Анатольевич может быть возглавит объединенную структуру и так далее, и так далее. Но ничего этого не произошло. Как мы понимаем, вопросы все-таки отбирались, и у нас очень профессиональный пресс-секретарь, который примерно представляет, что будет спрашивать каждый человек, которому он дает высказаться. На прошлых пресс-конференциях звучали. И поэтому ничего лишнего. Ну, соответственно, надо было спросить. Спрашивали, спрашивали. Сейчас ничего не спрашивают. Но вот мне когда Евгений говорит, я вот вспомнил, помните, был замечательный фильм «Кабаре» с Лайзой Миннелли. Там был такой момент, когда главному герою, он там заходит в гостиную, а его хозяева, где он снимает комнату, они читают нацистскую газету. И там хозяин, отец семейства, глубокомысленно говорит про международный союз еврейского капитала, который рулит Германией. И он говорит, а на мой взгляд, в Германии рулит международный союз, ну, как бы мы бы сейчас сказали, жуликов и воров. Дело совершенно ни в каких, вот, ни в ком-то там всемирном правительстве, ни в каком заговоре, а дело исключительно в экономических интересах элит. Которые действительно, которые действительно глобальны. Которые действительно глобальны. Этот самый, эти самые интересы и российская элита туда давно интегрировалась. И поэтому то, что нам надо делать, безусловно, нам нужно отрываться от этого союза. Но проблема-то вся в том, что действительно вся система власти на это настроена. И все руководители этой системы, власти, и президент не является в этом смысле исключением. Он плоти, кровь от крови этой самой системы. Является ее частью. И даже называется иностранным словом президент, кстати. Да, является ее частью. Это тоже нам внедрение. И я что-то не видел партизанских отрядов, которые возглавляются Евгением Федоровым. Зато я вижу Евгения Федорова в Государственной Думе, которая делает те правила, по которой живет вот эта самая оккупированная территория. Думая с приводным ремнем. Принимает правила в соответствии с Конституцией, подготовленные за рубежа. Это официально написано в Российском Конституции. Ну то есть и ты тем самым голосуешь. Я не видел, чтобы ты голосовал не так, как голосует твоя фракция. Ты голосуешь ровно так же. Еще раз говорю. Все четыре... Евгений сейчас вернулся к работе над законом, который запрещает чиновникам, депутатам иметь незначенность. Мы каждый день в Государственной Думе голосуем за 50 примерно законов. Точно так делают. И кипрские депутаты, которые... И господин Евгений Федоров голосует за каждый из этих 50 законов. О чем мы говорим? Ну не надо же людей за идиотов-то держать. Вот именно. Именно этом я и говорю. Каждый человек в стране подчиняется своему начальству, работая на этой работе. Это его функция. Ну так и твое начальство находится там. Система начальства для Российской Федерации по конституции, утвержденной народом, которая является для вас обязательной, и для меня как депутата, сидит в Вашингтоне. В конституции это написано. Приказы оттуда не обсуждаются, выполняются. Все четыре тысячи законов, девятьсот принятых в России, все сварены там. Нет ни одного закона сваренного в России. Так зачем же ты за них голосуешь? Ну хотя бы против бы проголосовал. Это странный человек. Ну хоть раз. Потому что другого законодательства у нас нету. Ну мы же новое принимаем. Ну проголосуй против. Вообще я голосовал против, пока не надоело ругаться с фракцией. Но речь-то не об этом. Это все бессмысленная история. Надо решать суть вопроса, а не заниматься демагогией. А суть вопроса это решать проблему суверенитета. 50% всего потребления мира на одну страну, на Соединенные Штаты. 50% материального потребления. Не липового там, а материального потребления. Производит США 8%. 42% колониальный сбор. Как у Англии, у Франции, у Германии за ее историю колониализма. Из них Россия поставляет 7% этого сбора. Вот причина, по которой... Почему в штатах бензин дешевле, чем в России? Естественно будет дешевле. Вал денег идет со всего мира в качестве рэкета. Конечно собирают рэкетеры. Да потому что вы проголосовали за такое налоговое законодательство. Евгений, тогда вы мне объясните, почему, ну не президентом, ну никто больше ничего не говорит подобного, кроме вас. Почему? Послание внимательно президента смотрели. Вопрос к институции поднят. Вопрос к национальному бизнесу поднят. Вопрос к национальному бизнесу поднят. То есть это в принципе ровно то, о чем говорите вы. Да, просто есть вещи, о которых можно, о которых нельзя. Вот вы идете сейчас, коллега, на мэра города. Очень быстро, друзья, у нас время Время закончилось практически Гитлеровская Германия мэров называла бургомистрами Сейчас другой победитель Англии Мэров называет мэрами В России есть своя традиция названия Градоначальник Почему мэры? Потому что оккупанты пришли и сказали У вас теперь будут мэры Вот так вот, Илья, так что вы чего-то не понимаете Надо углубиться в эту проблему Я буду городской главой А слово глава, где думают Это если победите в Новосибирске Спасибо, спасибо, друзья Было очень интересно На самом деле, результаты нашего голосования У нас практически не осталось времени Значит, такие 72% наших слушателей За, ну, согласны И приветствуют решение Выпустить Михаила Борисовича Ходорковского На свободу Ну и, соответственно, 28% против Которые считают, что он должен оставаться там Как минимум до августа 2014 года Спасибо всем Встречаемся через неделю в этой студии